Еще! Какое пространство в зале? Не бойтесь ошибиться, не надо подлизываться. Легче, легче. Скажите, что хреново? Мне хреново, мне не нравится вообще. Я тебя плохо чувствую. Если тебе хорошо, то скажи, как ты себя чувствуешь. Не хорошо, мне вообще не хорошо. Это зона мертвая. Перспективная. Какое в зале пространство? Перспективная. Молодцы, а теперь это чувство, даже те, кто говорили. Теперь это чувство внутри. Возьмите глаза, закройте глаза. Возьмите это чувство внутри. Внутри возьмите чувство. Сделайте вдох. И с выдохом сделайте шире. Еще раз вдох. И с выдохом шире. И еще раз вдох. И это пространство сделайте шире. И сейчас зафиксируйте его. И растворитесь в нем. И теперь доверьтесь этому пространству. И скажите, что мы доверяем. Доверяем. И переживите это доверие сейчас. И сейчас просто будьте в этом доверии. В пространстве. А теперь поблагодарите это пространство. Дарите благо в это пространство. У вас открывается сердце, и оттуда выходит квант света. Наполните это пространство и всех сидящих людей здесь светом. Положите ладони себе на центр груди. И почувствуйте этот свет любови. И поблагодарите это пространство, как будто мы уже получили то, что хотели. Зачем мы сюда пришли. Тепло и свет. Вдох. И затопите этот зал золотым светом вашего сердца. И скажите, люблю. И разомкните руки, как ставни окна. И спустите, скажите, люблю. Благодарю. Люблю. Благодарю. Это магия. Давайте сделаем поклон алтарю в почтении. К слову, берите намасте. Люблю приветствую. Благодарю. Палхатал. Руки держим намасте. Смотрим на богов. Приветствуем их, как светоносные энергии нашего же разума. Божественность, проявленная в форме. Делаем богов. Почтим. Принесим много уважения. Почтим. Ну что ж, прежде чем мы начнем ритуальную часть, я хотел бы попросить маму сказать вам пару слов. Слушай, дурой, не будь дурой. Это моя пуджа. И здесь будут хлопы. На ваших лекциях, возможно, нет. Давайте поприветствуем вас. Давайте поприветствуем вас. Принимайте, принимайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я ему сказал, что Египта, когда мы хлопают, я никогда не любила какая-то для земных людей знак приветствия, великодушия, любви, приятия. Ну я знаю, как хлопают, да? Они хлопают без шума. Я многим показывала, и в Киеве, и у Лemberнах, и подавали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поэтому, когда я выхожу, я всегда скажу, не хлопать. А если хотите, встаньте одной. Похлопайте. Попробуйте хотя бы дома сами. Что это за ощущения? Похлопываю-то? А, возможно, ваш ангел понимает ваши руки и хлопает, и демокает. Каким же ангелам, которые стоят и сидят перед ними? Попробуйте, другие ощущения, абсолютно, в этом шуме. И главное, не спугнуть бы своих ангелов. Бог любит тишину. Тишину, понимаете? Бог живет в тишине. Я ехала к вам уже несколько дней, сначала, в своих мыслях, в своих чувствах, наблюдая как он сын, которого я не видела в несколько месяцев, при вас мы встретились с ним, и этого достаточно. А вот ангел пришел к тебе. Все угадано. Бог поругает, не бывает, посмотрите, цветы, плачет. Когда он одевает на свечу, он одевает тебя. Он знает, какие цветы тебе даже руки могут подарить. Он знает, какой к тебе может прийти человек за помощью и одет, настроен с тобой даже в ультовой гармонии. И из-за того, что ты говоришь, мы наблюдаем за каждым символом. Все есть подсказка, все из нами. И вот когда я к вам ехала столько дней, после знала, что ты узнал очень худший, я думала, что же мне вам сказать. Ведь я говорю об этом 30 лет. Это даже больше, чем кому-то здесь нет 30 лет. Но в основном здесь люди сидят и постарше. И говорить одно и то же, как вот читается литургия, или читаются священные тексты, все одно и то же. Тысячелетиями все одно и то же. И люди говорят друг другу, все одно и то же. Но самое главное, не говорить одно и то же. Можно говорить. А что ты чувствуешь в момент говорения и прочтения очередной раз священного текста? Как он закодирован? Как его кодировать специально для разных уровней сознания? Библия закодирована шестью кодами. Чтобы вы один раз прочитали, и как сказку, которую мы дарим детям. Вот детская Библия и я читаю. Он читает ее как сказку. Потом он читает ее по-другому. Потом, может быть, он читает ее внутри себя. Потом он читает другие священные тексты. И там все как бы зашифровано. Для людей с очень-очень простым мышлением в детском сознании. Но все здесь сидящие, абсолютно все, вас сюда привел Господь. Вас сюда привело ваше сердце. Вы пришли, понятно, зачем. То, что есть в материальном плане, естественно, проблемы, болезни. Мы живем непростое время. Очень непростое время. Нам выпало жить, вот лично мне, на стыке тысячелетия, столетия, тысячелетия. Мамонта расменилась. Мы рождены в 1900 каком-то году. Мы рождены где-то уже в 2000 году. Мы рождены на этих стыках. Это такое счастье прийти и смотреть, как меняются столетия, тысячелетия, как меняется мир, как меняется мышление людей и что вообще происходит. И я правильно вам сказал сегодня? Бог это не папа с ремешком или с корожочком. Бог это любовь, а любовь это энергия. А энергия бывает очень разная. Очень разная. Она течет, она граха шакти. Одна в своем качестве. В начале первозданного источника то, чем вы являетесь. Но потом, когда она входит в людей, она преобразуется через ваш ум, через ваши мысли, через ваши чувства и становится тем, кем вы есть. Вы излучаете то, что вы мыслите, то вы излучаете. Вы-то получаете богоносную, светоносную энергию. А на что мы ее употребляем? Куда мы ее? Что мы делаем? Потому что следующее, любовь, это энергия, а любить, это глагол. А что ты делаешь? Как ты любишь? Любить. Любить. Глагол. Слышите? Люди Бога ведут. Что делают? Ведают. Я очень много сказал, то, что сказала, уже хотела сказать я вам, потому что мы с ним мало общаемся в земной жизни. Нам это очень просто. Мама, сын, как дела? Как здоровье? Да не как дела, не как здоровье. Мы общаемся в духе. Мы чувствуем друг друга. Когда вы перестанете много думать и будете больше чувствовать, вы познаете Бога. Пока вы здесь, вас нет здесь. Нет вас здесь. Но я сегодня пришла как мать полюбить и огнять вас каждого своим сердцем. Каждого. Нет пола для меня. Есть только душа. Есть только светоносный дух. Вы все мои дети. Потому что наш гуру, свами Вишнадавананда Геев, дал мне посвящение в имя Анна Лакшин. Оставили имя православная, так как я крещеная. Анна, милость Божья. И нужно было подтверждать до этого времени все время эту милость, получающую и раздающую всем. И воспитывающую своего сына. Не вот так вот тебе конфетку, а вот тебе вот это. Иди. Упал. Встань. Иди. Не можешь идти, как я ему говорила. Лежи. Лежи и руку пройти. В то направление, куда ты шел. Вот так тяни руку. Вот там ты. Где твои мысли? Где твои мысли? Там твоя энергия. Ты туда доползешь. Ты дойдешь. Бог тебе поможет. Это было жесткое воспитание. Это была тайга. Рожденный в тайге. В январе. Очень все сложно. Это не наше время. Это не к тому, что почему он такой. Потому что у него были такие кармы, и была выбрана такая мать. Которая немного не от мира всего, как казалось людям. А сейчас оказалось, что я самая реальная. Потому что сейчас все повернулись, пришли и сказали, помогите нам. Помогите нам. Что происходит? Происходит то, что Бог все трансформирует. Все трансформирует. И я правильно сказала. Садарь. Я пришла сегодня к вам с этим словом. Садарь. Я желаю вам интуитивного просветления. Вот такое, которое случалось с нами. В тайге. При операциях случается. При потерях близких людей. Но Бога нет мертвых. Я не верю в то, что ушел человек, и его нет. Они все здесь. Это вот ангелы, которые аплодировали. Плюс вот такая мизоцена, где мы стоим. А их там, как у Сколизеи. Мы на сцене. Их так много. Они смотрят. Они все с нами. Они в наших клетках. Они в нашем духе. Потому что он единый. Я желаю вам всем сады. И вот Анна Лакшми. Это богиня, дающая духовный опор. Я всю жизнь окармливала духов. Но я окармливала еще и материальных людей. И мои родители, Илюшины, девушка с бабушкой, окармливали постоянно людей. И каждое воскресенье. Они были лакшманы. Они живы до сегодняшнего дня. Они покупали за свои деньги продукты, готовили и все время кормили каждое воскресенье людей. Они делали это огромное количество лет. Им сейчас 92-й год. Они живы, здоровы и здоровее нас с вами. Я веду в сознании. Отец, как Аксакал. Вот сейчас звонил им. Всем, всем вам. Илья, ему внуку. Он обожает Илю. Большой-большой привет. Он ехал со мной в машине в интернете. И передавал вам. Передавал вам отцовский огромный привет. Это Голя. Это Голя. Ги-джей. Да, не бывает. Ги-джей. Вам нет. Ну, вот я сейчас уже буду заканчивать. Хочу вам еще сказать следующее. Царство Небесное. Это не то, что вам книжка пописает. Царство Небесное. Это в сознании. Царство Небесное – это и сознание. И если вы все устремлены, и если у вас чистое сознание, с которым надо работать, чтобы скорчевать оттуда очень многое, чтобы жить достоинно, вы попадете в Царство Небесное. И вам не нужны будут посредники. Абсолютно. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы понять, что Лакшми – это богиня, одна из энергий, транслирующаяся от Браха. Одна из энергий. Но их очень много, они очень разные. Сарасвати. Богиня образования, культуры. И всего-другого. Лакшми – это богиня Изабелия. Процветание, красоты. Всего лучшего, что может быть у человека, чтобы он хотел увидеть. Это, как я всегда говорю, воля Бога. Но это его и цель. И когда вы сегодня сонастроитесь с Мурти, не смотрите это как на материальный объект. Почувствуйте то, что внутри вас находится этот образ. Потому что образовывание, образовывание детей через образ, этот образ войдет в вас. И проявится внутри вас эта энергия. И вы ее почувствуете. Она заполнит ваше сердце. И вы почувствуете, что вы можете потом транслировать ее на всех своих близких, на окружающих. И, естественно, на людей, которые служат вам. Вам – это древо-привежище, в котором мы находимся. Простите, но я скажу. Наш гуру – с вами Вишнадаванан Дагири. Естественно, ученики его, наставники, почтальоны, которые служат вам верой и правой. Телефоны отключаем. Достайте сразу, чтобы у вас рядом лежала ваша Дакшина. Ваше подношение, с которым вы попадете к алтарю. То есть, когда будет закладываться в Санкальто, намерение, у вас должна быть монетка и должна быть пиктура, которую вы планировали, чтобы нести ее на внешние. Это ваши шански, ваши энергии. Сделайте это сразу. Куда брать? Тру Дакшину можно положить, только не забудьте, где она будет лежать. А лучше, да, и без накида, и без накида. Хорошо. И не забудьте, куда вы кладете, кто потом найдет. Спасибо. 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 Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok